Samsung Galaxy Tab Pro S. Отзывы реальных пользователей планшета. Хотите первыми услышать новые отзывы о других моделях, подписывайтесь на канал, увлекательно и полезно. Отзыв первый. Достоинства. Легкий, тонкий, быстрый, полноценная, но так себе винт 10. Седьмой влюблю больше. Качественные динамики. Хорошая сборка, хотя одного сверчка все-таки нашел. Не слишком пиксельная 5-мегапиксельная камера, но достаточно качественная, как внутренняя, так и внешняя. Полноценная клавиатура с тачпадом в комплекте, которая еще и работает в качестве чехла подставки. В магазине MS Store, конечно, нет такого обилия всяких плюшек, как на App Store или Google Store. Можно поставить все, как на компьютере, за исключением ряда программ. У меня, например, террария, скаченная со стационаром, не завела здесь. Есть GPS, но пока не разобрался, как загружать карты для Яндекс.Мапс. Заряжается за 2,5-3 часа полностью. Все нужные документы из MS Office отображаются корректно. В комплекте с дырявой винт 10 идет MS Edge, первый браузер по уровню реальной защищенности вашего интернет-браузинга. Недостатки. Длительность работы. Игры. До 4,5 часов. Видео. 5-6 часов. Офис. 6-8 часов. Не факт, что эти цифры точны, поскольку сама система с трудом прогнозирует по разрядку и временами подвисая, как любая винда, внезапно радует вас не 45%, а 15% зарядки. До этого был iPad 4, поэтому сложно пока привыкнуть. Единственный разъем и тот mini USB Type-S. Конечно, под него можно найти нормальный хаб на 3 простых USB, но туда еще за ним нужно приехать, а с флешкой работать нужно уже сегодня. К тому же все проекции экрана через HDMI также натыкаются на потребность в переходнике. Мало оперативки. Да, вы удивитесь, но после установки маломальского софта, антивируса, офиса, браузера и так далее, у вас будут регулярно заняты 2-3 гигабайта. А при запуске браузера выгружаются все 75-85% оперативной памяти, что заставляет процессор M3S пассивным охлаждением, этим самым охлаждением и заниматься, разогреваясь и согреваясь вас в холодные, зимние или дождливые вечера. Глюки. Это грех десятой винты. Самой пока не защищенной и хлюпающей системы для планшетов из всех ныне существующих. В частности, в моем случае экран может погаснуть и практически никак не реагировать на прикосновение к экрану и нажатие кнопок. Лишь при нажатии качелек проявляется индикатор громкости на фоне черного экрана. Решение проблемы заключается в зажимании в верхнем левом углу верхней крайней и боковой клавиши и удержании их до полной перезагрузки или отлипания экрана, на котором в итоге появляется окно для ввода пароля. Подскриптум. Машинка куплена в октябре, без русификации и кроме вышеупомянутых минусов. Не просто бывает сладить с настройками системы. Например, с включением автоматического появления раскладки электронной клавиатуры при выборе окна для печати. Но все это есть в интернете. В общем, прекрасный агрегат для офисной работы. Но иногда для отдыха. Игроманам, киноманам не рекомендуется. А работник интеллектуального труда даже очень. По 10-тибалльной шкале дал бы 8 из 10. Отзыв второй. Достоинства. Лучший экран в мире. Идеален для кино, фото и профессиональной работы с графикой. Есть специальные профили для дисплея. Видимо на аппаратном уровне, но доступные из быстрых настроек. Очень шустрый. Отличная видеокарта. Тянет 4К видео. Полноценный Windows 10. Приличная аппаратная клавиатура. Есть GPS, NPS, VT4.1 в отличие от аналогов. Небольшой вес. Недостатки. Батареи хватает на день активного использования. Есть некротые глюки в работе в Windows 10 в режиме планшета. Смотреть онлайн видео очень неудобно, в отличие от iPad. В общем, аппарат. Рекомендую. На этом все. С вами был канал Увлекательный и Полезно. Спасибо за внимание и за просмотр видео до конца. Понравилось видео? Делайте лайки и делитесь с друзьями. Пишите комменты. И не забудьте подписаться на канал. Ссылочки для покупки смотрите под видео.